еще привет раз девчоночки что у меня у меня сегодня уже обед два часа дня нужно убралась и в комнате вынесла елку сейчас надо мне перемолоть мясо достала мясорубку захотелось мне галушок полтавских с мясом с начинкой на пару галушки эти не знаю может сниму может не сниму вот пообещаю тогда вдруг не получится на словах расскажу может не в этом видео будет а дальше ну вот как как пойдет потому что сейчас может вернется сын придет с прогулки мне еще не убрано ванна туалет и коридор никогда не наверное будет ставить камеру играться здесь еще и с этими пампушками но расскажу может кому-то заботится я готовлю так кефир в кефирки бросаю соду но где-то на стакан кефира у меня пол чайной ложки соды соль сахара не ложу муку вымешиваю тесто я не забиваю такое чтобы как я может вы смотрели пирожки делаю вот такое тоже тесто по консистенции делаю такие пампушечки в серединку ложу мясо фарш можно отварить и перекрутить на мясорубку и бульончик подливать но сегодня наверное тут уже меня будет фарш такие переживаю на сковородке этот фарш туда немножко сделаю такую добавлю водички специй чтобы она была не суховатым фарш такой посмотрю надо все будет смотреть уже в процессе приготовления делаю такие шарики варю на пару и поливаю поливочкой заправочкой заправка у меня соус этот жарю я лук и грибы шампиньоны потом туда соус бешамель вообще-то или муку есть вводят в эту зажарочку отдельно мука жарится на масле на сливочном туда добавляют водичку или сметану но у меня и сметана немножко осталось что-то такое девочки на колопутью украинское слово и такая будет заливочка я делаю так для себя по-быстрому как там уже по рецептуре можно в интернете найти но я люблю готовить все быстро просто без заморочек но чтобы вкусно было вот сейчас начинаю молоть фарш и заниматься дальше домашними делами делаем фарш так один килограмм куриной грудки филе и один килограмм свининки гуляшек такой и добавляю немножко сало мне и сало там на дне домашние замороженные и и лука здесь у меня две луковицы лука можно побольше тогда фарш получится сочным вот девчонки начинаю молоть жарю котлетки вот еще мне до осталось зажарить вот хочу рассказать секретик такой я пробовала девочки у нас сотрудница была на работе и говорю типа такие вкусные котлеты что ты туда ложишь но она куриная куриная индюшиная она говорит ложу фарш ложечку майонеза может кто не знал или сметанки но сметана я пробовала мне не понравилось и еще если нажарить я же буду жарить все то количество чтобы сметана не испортилась а майонез точно не испортится что вы видите кулечки с фаршем да но у меня уже планы это макароны по-флотски это галушки по-полтавски а это будут пельмени показываю как я делаю таким блинчиком замораживаю но тогда быстро и размораживается и хорошо морозилки не занимает много места я вам думаю девочки хозяйкам америке не открыла но у меня смотрят и молодые девочки пишет тоже комментарии думаю им будет интересно достал такой блинчик из фарша на сковородку бросил к зажарке и уже макаронам по-флотски готова заправка а если его такой грудкою такой заморозить то он уж буду долго размороживаться так все быстро просто быстро размораживаться я говорю я так на сковородку прям бросают пока лук жарится она уже и растает девчонки хочу свитерок свой показать джам пирог вязала я его где-то лет три года три назад обычный реглан сверху воротничка здесь где-то сантиметра два-три регланные линии из двух обычный такой свитерок внизу резиночка один на один рукавчик тоже так он такой удобный я его так долго носила хорошая нитка его не снимала одно время под тоненькую куртку он был очень хорошо такой он удобный вот нашла перебирала в бражном шкафчике нашла бобинку свою с которой я вязала но к сожалению здесь не осталось ничего но я знаю что я точно покупала его в интернет-магазине у нас в украине анджи или энджи но вы как зовете по языковик там она вам напишет здесь и меринос и акрил и шерсть составе но уже не помню какое соотношение но она очень очень тоненькая я ее в две нитки вязала она как как шнурочек как цепочка приплюснутая такая где-то здесь наверное девочки грамм 800 на лана голд 800 она похожая по по толщине я в две ниточки здесь было у меня 400 это так у нас нет туда 490 грамм я не брала это точно здесь у было было немножко и я в две нитки связала такой свитерок так что с бобиной пряжи выгодно вязать девочки есть у меня некоторые изделия вот идейку мне подали с ними видео какие-то изделия вязала до ведения канала но у меня уже всего и нет что у дочери что подарила пытаюсь фокус настроить нигде света не найду еще такая красивая с гарри писем но не обрешайте внимание это все дела житейские у девчоночки такой простой простой самое главное подобрать себе цвет и он смотрится отлично ну за что мне такое наказание девочки ну только вымала всю квартиру усела связать слышу что-то на кухне упало а я поставила размораживаться курочку смородилки достала и поставила на этот шкафтик чтобы кот не достал накрываю крышечкой вот этой думаю он сюда еще не лазит прибегаю стоял стоит там моя курница убрала уже ё-моё смотрю по всей квартире земля это уже я начала собирать думаю включусь покажу покажу вам вывернул фиалку но не паразит же ж такой смотрите вот и за трубой все все земля влажная если бы была сырая и сухая я бью может пила с пылесосом бы собрала веником бы смела по пылесосу это же все это же капец оно влажное пол теплый фух девочки час от часу не легче не думая буду обратно заниматься с цветоводством ну не гарри а поразить же и места ему там много оставила же место где лежать нет надо же было это мне такую пока сделать ну за что девочки лайфхак достала совок а он здесь прорезненная такая штучка может вы и знаете но я не знала вот смотрите мне надо и веник пачкать думаю сейчас запачкаю веник эту тарфа тарфа смесь землей смотрите вот до чего цивилизация дошла до девочки до чего наука дошла потом пылесосом соберу цена удовольствие не знаю сколько этот совочек в авроре покупала до их полно таких совку вот вот ну хоть чем-то подняла себе настроение хоть тем что мне надо веник потом после этого турфа обмыть вот вот девчонки может кто-нибудь такой древний как я не знает делюсь лайфхаком этот резинкой очень даже хорошо все собирается так сажу обратно и думать пол девчонки девчонки ваши дети тоже любят такой попкорн говорит сделай ну сейчас делаю он бывает делает сам но говорю чтобы не обжегся парой ну вот все вы знаете микроволку на 2-4 минуты в зависимости от мощности микроволновки будет такая гадость не часто но разрешаем вот такой пакетик ложите микроволновку чтобы это были хвостики эти в гору и я ложу его пока перестанет хрустеть но минут на четыре это точно а потом уже когда перестает хлопать тогда достаю и такая гадость еще с ароматом карамели не часто но позволяем просит это зеленый лук и сметана такие он любит вкусняшки девчонки получилось оно вот так даже и раскрылась осторожно нужно чтобы здесь оно горячо так так теперь мне оператор помогает девочки назову мне помогает делать свои а то самой неудобно держать вот такая тарелка корма получилось попкорн говорю корн смотрела девочки одного блогера Юлю вязание и я ее канал и там все телефон не передал отходи отходи и там в одном из крайнем видео ее муж съездил в магазин с покупками и разбирает они пакеты Юля достает несквик эти шарики знаете что заливать молоком говорит так о детский корм я так смеялась девочки ну оно такое оно же есть и наши дети такие и мы такие были мы этот попкорн помню у нас тоже раньше кто помнит в магазинах же такого не было чуда была такая маленькая кукурузка желтая черная у нас бабушка садила да потом уже и мы сами моя дочка застала уже такой домашний попкорн сушишь ту кукурузу чистишь и мы на сковородке немножко растительного масла и бросаешь ту кукурузку закрываешь крышкой и она стреляет потом посыпаешь сахарной пудрой вот вкуснотень была а теперь хорошо придумали купил пакетик положил в микроволновку достал и тарелка детского корма готова приятного аппетита на этом буду прощаться с вами всем пока пока до скорых и новых встреч